Как формируется пенсия? Ежедневно этот вопрос задают посетители пенсионного фонда. Чтобы помочь жителям округа разобраться в правилах расчета этой социальной выплаты, члены «Единой России» организовали встречу со специалистами. Прием прошел в рамках празднования 15-летия партии. Встреча с нашими избирателями, встреча с населением, она всегда необходима, она всегда требует таких серьезных взглядов, решения вопросов. Поэтому партия всегда стоит на стороне, чтобы все эти вопросы быстренько решать. Надежда Быкова 20 лет работает учителем в школе и уже задумывается о пенсии. По закону работники образования могут уйти на заслуженный отдых раньше, чем большинство россиян. Достаточно иметь 25 лет трудового стажа. Но у педагога были сомнения, входят ли в продолжительность работы различные профессиональные курсы. Ведь пополнять свои знания учителя должны раз в три года. Специалист заверил – все включено. Было полезно, потому что разговоры ходят разные. Специалист пояснил, разъяснил. Хотя документы мы в пенсионный фонд будем предоставлять о курсах повышения квалификации. За консультацией обратились работники школы искусств. Женщины хотели разобраться, как рассчитывается размер пенсии по новым законам. Ольга Сердюк понятно рассказала о формуле и показала на примере. Руководитель клиентской службы пояснила, от чего зависит итоговая сумма будущей выплаты. Требуемый стаж сегодня, в 2016 году, это 7 лет стажа. Минимальная пенсия при таком стаже не более 6 тысяч рублей. Максимальная пенсия может быть и 20 тысяч, и более. То есть в зависимости от того, сколько гражданин отработал, количество лет трудового стажа. И какой доход у него был в течение всей его трудовой деятельности. Важно, чтобы работодатель начислял зарплату официально и подавал сведения о выплатах в пенсионный фонд. Серая зарплата или зарплата в конвертах не учитывается при расчете пособия по старости. Если человек думает о своем будущем, то, конечно, он будет задумываться сейчас именно об этом. Он будет как-то расставлять приоритеты в жизни, что ему нужно, либо сейчас больше заработать и потом самому это все накопить, либо он как-то будет это равномерно распределять с расчетом пенсии. Такие встречи проходят в общественной приемной партии «Единая Россия» постоянно. Персональные консультации и круглые столы помогают жителям округа решить проблемы и получить ответы на свои вопросы. Узнать о дате следующего приема можно по номеру 324601. Анна Клыга, Игорь Антонов, Телемикс.